Всем привет с вами, а мы продолжаем завоевывать Европу пехотой Союза Рейна и я все-таки возьму саперов, ну на всякие, пускай будут, все равно у нас лимит только с ними забился. Может они даже кого убьют, фига их знает. Ну что, мы давим испанца, наверное сейчас нападем на главную базу. Конечно, еды я бы еще подфармил, но мы уже мало сможем ее нафармить, но разве что купить. Купить можно, но дорого, очень невыгодно это все дело. Прям совсем я бы сказал. Даже золото как-то ни о чем. Англичаник отдыхает, конец хода, а нам еще может отбиваться придется, поэтому фиг его знают. Англичане Бруксель хотят отвоевать. Отвоевали. Вот опять же, французы ничего не показывают на глобальной карте. Они почему-то очень слабенькие, они на глобальной карте. Не пойми почему. Их англичане даже как-то больше убивают, чем они англичан. Поэтому Англии, ну, я бы не сказал, что какой-то дисбаланс. Хотя вот, кстати, здесь нам придется помучиться против Англии, потому что эти ракеты, это долбаная имба. Если они у них есть, они наверняка уже есть. Нету еще, пока не дожили. Значит, тут так. Ну что, на Мадрид идем. Сразу, чтобы капитулировал испанец, и мы не дрались за другие поместья. Ну и заодно масштабную битву хоть какую-то увидим. Конечно, против испанцев особо несложно воевать, но... Мы все-таки можем что-то интересное продемонстрировать. А врагу-то уже здесь, слушайте. Ладно, встретим. Гориллисы уже хотят напасть на нас. Ну что, идем ставить башню? Ух-ух-ух-ух-ух. Придется отступать даже, я бы сказал. Ну, не сможем мы там сдерживать врага. Никак не сможем. В том месте. Будем держаться за счет этих поселений хотя бы. Уж тут дойдем. Тут в среднем, может даже они разбегутся. Ну да, почти. Почти получилось. Там мы их задержали, можно считать. Можно вот в это поселение, кстати, зайти. Монахи. Еще один отряд к ним пошлем. А другими пока начнем занимать позиции. Еще один погринадер туда пойдет. Так. Монахи придется вас сюда послать. Монашеские силы. Мне придется здесь бой полностью принимать. Ничего не поделать. Вообще ничего не сделать с этим. К большому сожалению. Прокат, открывай огонь. Ну ладно, стрельнем. Ах, они еще тут. Вот оно что. Неприятно. Мне что-то еще отряд пришли. Прийти успел. Ну, бывает, конечно. Готовится. Еле живые отряды. Так, ну что. Тут мы, в принципе, до еды дойдем. Там вроде отрядов не должно быть больше. По крайней мере, будем на это надеяться. Так, вот это можно стрельнуть. Вполне неплохо. Ну, пойдем. Там мы пойдем. Каву мы, наверное, разобьем, нет? И тут последние залпы эти тоже бегут. Так, больше некому стрелять, да? Ладно. Не страшно. Стрельнем, кем, сможем? А тут мы в опасности. Нам тут, конечно, стрелять. Слабенько, слабенько. Стрелять-то не хотим. Стрелять мы не хотим. Ух, а тут еще отряд. Ни фига ж себе, они успели стрельнуть по нам. Еще вдобавок. Ладно, отступаем этим отрядом. Ничего не сделать. Так, надо стрельнуть, к счастью. Как-то они тут бегают. Противно. Бегают они по всей карте. Мы в ближку можем разбить их. Вполне. Эффективно. Ну да, они сразу разбежались. Конечно же. Надо подбить их слегка. У башни тоже немножко активность проявляет. Вот, конечно, такая активность. Ну, она есть. Ладно, это я уберу. Этот отряд какой-то неживой немного. Слегка так. Приятели настроение выстрела. Не надо тут уходить, конечно. Ничего тут не скажешь. Ага. Тут они тоже решили подойти к нам поближе. В каре, наверное, встанем на всякий. Всякий-то случай. Гранаты. Че, вы не побежите, что ли? Ну, так точно побежите. И коняги тоже должны бежать. Да, они полный отряд. Не хотят убегать. Просто не хотят. Гренадер тоже убежку посылаем. Надо убить. Что-то дело. А вот мух. Мух надо спасать. Мух надо спасать. Притом более чем. Гренадеры-то нормально держатся. А конница тут отступила. Вражеская. И тут мы тоже держим позиции. Достаточно уверенно. Отряды на передовой у нас уже теряются. Безусловно. У нас фузелеры плюс 24 урона имеют. Это вполне серьезно. Вот это тоже разбежались они как. Не знаю кто. Так тут мы добьем вас. Сами напали. Мы не виноваты. Как-никак. А тут инженеров у них конечно тьма какая-то настоящая. еще. Так. Там вот отряд в тыл нам идет. Надо бы его ликвидировать что ли. У нас все коцаны. Угля у нас дофига. Поэтому можно стрелять сколько угодно. Нам его надолго хватит. Ух ты. Как вы интересно-то поступаете. Так. Ладно. И сколько? 79 человек. Ууу. Ладно. Тут мы тогда забираем поселение. По ходу дела там больше никого. И тут мы идем навстречу. Ну что там последний отряд что ли? Последние два точнее. Можно стрельнуть его до гоноку пока они уходят. И все. Они разбегаются как не знаю кто. Ну против испанцев опять же я говорю легко воевать. Вот против Англии. России когда лейт уже происходит. Там вот тяжело будет. Ну хотя против России еще достаточно легко. Потому что у них полуармия ополченцев. А ополченцы этот конечно ни о чем на июне практически. Два отряда ополченцев стоят одного пехотного струкового. Если грамотно управлять. Конечно. У нас почти восстановились кстати. А инженер это живо. Ну в общем они не пригодились. Башня просто так вставлена. Так а где враг ты? Мы сейчас его зажмем просто. Там и без кавалерии. С кавалерии бы было в разы легче. Вы бы их убивали только так. Очень легко бы было с кавалерией. И бы вы видели что было в бородицком сражении у меня на канале. Одна кавалерия. Одна кавалерия. Одна кавалерия. Блин тут надо переходить. С выносливостью малого народа. Что гренадеры могут поближе подойти. Но все таки это как то не дело. Да убейте вы их сами. Что вы стесняетесь что ли? Так. Вы идете? Дете. Они будут сейчас ворочаться, бегать. Кстати меня просили попробовать поставить режим аркады. Мы наверное в следующем бою это попробуем. Но я один раз поиграл с ним. Это просто напросто увеличение выносливости. Оно в два раза дольше тратится. Поэтому чисто такое изменение по сути. Просто минус отряд, минус отряд, минус отряд. Как так жить? Так вольтежора вы можете через город пройти? Нет. Вот в этом городе дороги не проделаны до конца. Не все дороги адекватно реализованы. Это насчет битв. Против компа именно строительные битвы. Где со строительством там со всем этим. Пишите если хотите увидеть. Конечно проблема есть в том что компы тут как-то бага на работают. В этих сражениях. Ну в плане на каждой карте по-своему они работают. Где-то они то-то делают, где-то то-то они делают и ничего не поймешь. В общем вот так вот. Сейчас мы их просто расстреляем. Что делать? Они не сопротивляются. Они просто отступают. Как-то называть. Как-то мне по-моему прохождение через... Без кавалерии было сложнее даже. Если так сравнивать. Ты куда вы побежали-то, а? А, но здесь тоже проход сломан. Поэтому они побежали. Так, слушайте. Это как-то плохой проход. Не думали? Ну ладно. Если дойдут, то дойдут. Мы заряжаемся. Егеря, вот да. Хотя бы они нам нужны. Кого-то, чтобы они застреливали. Периодически. Даже распускать немножко отряды могут. Тоже полезно. Вольтежер все пихает в спину. Петеры, бедняги. Так. Ну мы, по сути, точку почти захватили. Куда вы все убегаете-то, а? У вас тут полтора отряда. Вы все бегаете от нас. Так, стреляем двумя рядами. Может, кого распустим. Даже при том, не попадая. Такое тоже возможно. Так, последний отряд, в общем. И все будет сделано. Испания будет практически полностью прорабощена. Главное, загнать этот отряд. Последний уже. Наконец. Какие-то уличные бои начались. Где такое видано? Я не знаю. По-моему, такой не было. Все-таки. Игорь из тренировки. Игорь из тренировки. Отходим. Пушкетер, конечно, выносливость не супербольшая. Ну, у вражеских еще хуже все делом обстоит. То и хорошо, что вольтежеры и гренадеры хотя бы повыносливее отменить пешком. Через просторы такие. Конечно, такое и удовольствие. Так, тут мы нормально идем. Какие-то заряжают. У вольтежеры долго могут идти. Вот в этом плане, конечно, аркадный режим бы куда больше динамики бы привнес. Не было бы. По крайней мере, эта беготня была бы более активная. Не такая медленная. Потом сделали шаг, отдохнули. Сделали шаг, отдохнули. Вообще, слишком большое. Слишком сильное влияние выносливости. Ну, не настолько же тогда все плохо было. Это уж точно могу сказать. Обессилены все. Конечно. Как всегда. Ну и все. Все вражеские отряды побеждены. Мадрид пал. И ни одного мы ни отряда не потеряли. Да и вдобавок, достаточно быстро мы убили их. Даже сами их гнали. Можно считать. Да, это было жестко. Тут 6000 угля потратили. С едой, конечно, не супер. У нас все дело обстоит. Ну, сколько там. Давайте конец входа прожмем, что ли. Стрияк все пытается с базы выйти. Он купировал все-таки Вену. Да уж, неприятно. Франкфурт тоже оккупировали, но потихоньку наши территории в середине Европы начинают теснить. Вот Россия слишком хорошо начала развиваться. Это я могу сказать. Будет очень достойный соперник, скорее всего. Посмотрим. Они с поляком в альянсе может даже. Ага, Барселона решил пойти. Ну, конечно. Попроще-то я могу захватить. Рим увеличивается число рекрутов. Конечно, хорошо. Не знаю, куда мы сейчас пойдем. Наверное, гренаду захватим. 10 отрядов. Надо улучшить защиту, что ли? 12. На 2 отряда всего, серьезно. Ну ладно. Пошли гренаду, по-быстрому забьем. Включим этот аркадный режим. Воздействие морали и усталости уменьшилось двое. А, опять же мораль. То есть, она меньше будет влиять. На работоспособность, так скажем. Войск. Да можно дорогой идти, а не так. Хотели пойти просто прямой дорогой. Ну да, смелые. Нашлись тут. Да не по крестьянам стреляйте, ну. Противные, а? Сейчас по крестам бы стрелять. Это удовольствие прям у них, наверное. Так, русские войска. Ага, решили они здесь, в общем. Стретиться с нами. Ну ладно. Мы примем бой. Стесняться не будем. Простояние выстрела. Не страшно. Терра нормально держится. Так. Окей, окей, окей. Ну, тут можно забить. А тут просто в наглую идем. Решил уйти, ну. Не дело, не дело. О, они почти разбежались даже. Может даже егеря их разбежаться заставит полностью. Что? Ну, стряните всем. Ну, что вы так... Как-то странно все делаете. Все. Вон, егеря дело делают. Егеря красавчики. Так, ну ладно, сходим на маяк. Что нам делать? Если бы нечем. Так, вальтежеры давай на передовую. Еще один вальтежеры тоже на передовую. Гренадира внутрь. Да, пошли забьем конницу. Что нам тереть-то? Двойную выстрелу, они гарантированно разбегутся. Вот и все. Тоже можно стрелить. В принципе, мы наготове. Блин, они сейчас граната впустую кинут просто. А в них кинули и как-то бесполезно, да? Ну, ладно. Идем в ближку и сейчас запинаем по-быстрому. Да в ближку, я сказал, они заряжаться. Ай, стоят заряжаются. Как это называть, а? О, тут мы, кстати, егерей получим, если захватим. Точно, я вспомнил. В этом поселении мы получим егерей, если уничтожим. Вспомнил я эту миссию, наконец. Все, разбежались. Наконец-то. Так, а где остальные у вас работяги? Ладно, мы, в принципе, дойдем тут. Погоняем. Мне кажется, с Турцией нам будет, с Египтом будет сложнее воевать, чем с Испанией. Египет немножко дораскачается к этому времени, пока мы до них дойдем. Потому что сейчас мы немножко в Европе, после Испании, тоже почистим все делаем. 5000 золотов, 10 тысяч еды. Ничего их не имеем. Щедро. Остается найти вражеские отряды. Сколько там их? Всего 6 было, да? Ну, где-то один вроде остался. Наверное. А вот и егеря. Два отряда егерей. Если хотите получить дополнительных юнитов, то выполняйте это задание. Но задание только на этой карте, разумеется. Больше нигде. Есть еще карты, где дают те... Тоже отряды. Там по два вроде есть, где дают заданий. Два отряда дают. Ну, и это, наверное, самый максимум. Было и то. Это задание очень редко встречаются. Поэтому такое. Ну, есть кому понадобится. Ну, провиант хоть пополним. Хорошо. Так, у них здесь база. Да, я могу сказать точно. Можно, кстати, идти к ним на базу и просто фармить опыт. Тоже неплохая затея. Пересеченные местности решились. Молодцы. А, ну, тут такой промежуток сам по себе. Я уж думал, они свихнулись просто. Ну что, погнали. В ближку их замесим тут. Помесим чуть-чуть. Поднаберемся опыта, что ли. 1200 опыта. Ну, почему бы еще не поднабрать. Плюс 26 урона. Ну, это максимум, конечно, у них больше не будет. Но почему бы и не иметь больше. Сейчас выполним это задание. Больше их не останется, да? Вот тут сами добьют. Так, а вы куда пошли? Шкатер оставим. Ну, по чуть-чуть опыт идет. Это уже неплохо. Ну, что ж, вы добейте 6400 еды. И тут у нас тоже будет что-то. О себе! Ну, здравствуй, друг мой. Как-то так живет, что-то плохо. Сейчас еще одни вылетежеры подойдут. К вам сейчас жизнь-сказка не покажется. Егеря подоспели как раз-таки. А егеря французские. Между прочим. У них еще отряд один есть. Я 4 всего убил, да? Ладно. Еще один, так еще один. О, началось. Ну, просто началось. Бегатнее. Надо стрелять, короче. На максимальной дистанции пофиг. Надо стрелять всегда. Прочит таких отрядов. Как только есть возможность, надо стрелять. Пусть идем в лобешник. У него. Пофиг на все. Гранатами его закидаем. Добьем. Последний отряд. Должен быть. Крайней мере. Ему уже отступать-то некуда. Некуда. Все. Еще рейсов немного и уклоним-таки. Почти ничего. Ну, испанцы уже очень близки к поражению. Не знаю. Может он сдастся на конец. Наверное. Прожмем сейчас. Конец хода. Все равно на нас не нападут. Опыт нам дали. Кстати, следующий левел скоро. Предпоследний. Там появятся, по-моему, первые гвардейцы. Ну и конец хода. Так. Все пытается англичанин Париж взять. Но не возьмет. Не получится. Ах. Так он не смог. Ну ладно. Хоть не смог. Да. Отрезают наши поселения. Так уж скажем. Ну, так всегда происходит, если уходишь в испанский полуостров, так скажем. Или в Египет. Хотя, по-любому, в Европе немножко допотчеймят. Он ничего не сделает с этим, пожалуй. А вот Костаньос сейчас на Мадрид пошел. Сумасшедший, что ли? Не смог, разумеется. Ладно. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok